Женя, фигуристка, уже актриса, потому что понятно, что там есть театральные постановки уже, теперь еще и цирковые труки. Что сложнее, как это все вообще возможно совмещать? Ну, прям театральных, театральных прям нет, все-таки у нас недолгое шоу, у нас все равно наполовину спорта, наполовину искусства, ну, так что какими-то прям театральными постановками пока что попастаться не могу, но совмещает, ну, работа у меня такая, совмещает все, так что, ну, как-то так, получается, выходишь, делаешь после своей работы, главное, хорошо ее выполнить. А можно, пожалуйста, вот вы классную версию создали, что вас Илья Авербулф хочет просто поделить, и чтобы вы ее все оставали? Ну, это шутка такая, да, родилась, потому что в прошлом году на Новый год мы катали «Снежную королеву», где я Герду катала. Ну, вот в этом году эту роль исполняет прекрасная Лиза Туктамышева, вот, в этом году мне досталась роль Дороти, и роль Дороти я тоже исполняла, поэтому мне невольно родилась шутка такая, ну, это, ну, просто, просто забыл бы ради. Роль Дороти была три года назад, и сейчас вы быстро ли это все вспомнили? Какая это репетиция? Сколько вообще нужно времени, чтобы это все в памяти восстановить? Ну, вот этот номер я вспомнила где-то минут десять, ну, то есть, если есть уже изначальная постановка, то ее нужно просто доработать чуть-чуть, да, где-то. Просто три года назад довольно-таки форс-мажорная ситуация была у меня, и с коньками были проблемы, и вообще, в принципе, вся эта постановка оказалась для меня большим стрессом, поэтому для меня это большая удача, что у нас есть репетиции, что у нас есть вот такие вот открытые дни, и я четко знаю уже, что я выхожу на лед, и я знаю, какой именно номер я буду катать, потому что в прошлом году с этим были проблемы, на самом деле, вот, так что... Я думаю, что да, в этом году как-то все поспокойно. Ну, а это какая репетиция? Это третья. Третья. И предстоит еще пример, что нужно понимать, сколько нужно... Я думаю, репетиций четыре-пять достаточно того, чтобы... Если вы готовы поедать им уже. Да, для меня самое главное один прыжок поднять, поскольку я уделяла большое количество времени ледниковому периоду, и поскольку было очень много сил брошено именно на проект, у меня накопилось очень много дел в Нельда, тоже рабочих дел, поэтому сейчас вот я стараюсь пораспределять, и просто очень важно сейчас для меня конкретно уделить большое внимание прыжкам, потому что я несколько месяцев не прыгала, но это довольно-таки легко, это две-три тренировки, и все, и я фронт. Но это шоу три года назад, это будет дебют ваш? Да. И теперь совершенно по-другому, наверное, вы себя ощущаете увереннее, спокойнее, да, уже как-то... Абсолютно спокойнее, всегда чувствуешь себя спокойнее, когда знаешь, что ты делаешь. Вот, так что, да, в этом году поспокойнее всего. Есть у вас еще какая-нибудь роль, которую вы хотели сыграть? Может, сказка какая-то, из детства вам помнится хорошо? Я уверена, что у Ильи Авербуха еще в запасе очень... Я уверена, что у Ильи Авербуха в запасе еще очень много сумасшедших идей, например, таких, как Синеволосая Доротя, поэтому я думаю, что еще успею покатать всякие разные образы. Сить, можно мы сейчас сделаем, в общем, сократили, ребята. Скорее, вы сказали, что очень много времени мы уделяли в жизнековом периодах. Требовалась ли какая-то потом восстановка перед новогодними шоу, какой-то отдых? Когда закончился проект, я сразу же отпраздновала свой день рождения и сделала максимально желанный подарок себе. Я подарила себе отпуск шестидневный. Так что я сразу же отпраздновала день рождения и полетела на следующий день отдыхать. Так что, да, восстановиться удалось. Вы говорили о том, что приходилось тренироваться по ночам из-за смены партнера. Вообще, как-либо связывался потом с вами Милохин? Может быть, он какое-то сообщение записал? Песню записал. Вот и ответ. Женя, как вы все успеваете? У вас очень много дел перед Новым годом. Когда подарки успеваете покупать? Я не купила еще ни одного подарка. Это просто ужасно. Я хожу, думаю об этом, потому что меня уже друзья спрашивают. Женя, что ты хочешь на Новый год? А я понимаю, что я не знаю, что я хочу вообще. И я не знаю, что я хочу купить им в подарок. И, ну, в общем. Что самое необычное вы получали на Новый год подарок? На Новый год? Я так не могу вспомнить. У меня обычно друзья или близкие, семья всегда дарят очень такие трепетные какие-то нежные подарки. Поэтому чего-то необычного я не могу вспомнить. Так что все в рамках приличного. Что в основном загадывали у Деда Морозова? Я, знаете, наверное, с 18-го года не загадываю желания. Ни на день рождения, ни на Новый год. Почему? Ну, потому что желание это что-то, что-то как мечта, это что-то нематериальное, что-то, что от меня не зависит вообще никаким образом. Поэтому я просто живу со своими желаниями и лишний раз их не озвучиваю, потому что если я их озвучиваю, получается обычно наоборот. Вот, поэтому как-то... Тогда какие цели ставите в Новом году себе? Цели. У меня есть список целей на Новый год, на предстоящий, на 23-й. И там первым пунктом стоит уделять больше времени здоровью и себе, но и своим близким. Вот, так что хочется именно личные какие-то приоритеты свои сместить в сторону семьи и друзей и близких. Спасибо. Вы отпуск упомянули, а новый отпуск не планируете еще? У меня в январе и в феврале предстоят очень интересные рабочие поездки, которые я смогу совместить с отпуском. Пока что не могу сказать, какие именно поездки, но это теплые страны, поэтому, надеюсь, мне удастся немножечко загара по этому набрать. Женя, на день рождения вы поразили Инстаграм своим невероятным секси-платьем. Есть ли уже выбран ли костюм... Каким именно? Подожди за... Чёрным, который у вас был. Каким именно чёрным? Да. Давай бой. Не знаю, как сказать, с бретельками, а там с тоненькими какими-то лямками. Вот. Выбран ли у вас костюм уже на Новый год? Нет. То же, что это будет? Нет, вот мой костюм на Новый год. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, какая была ваша первая реакция, когда вы предложили принять в рамках этого шоу участие в таком неожиданном номере? Вот что первым? На чём вы подумали? Ну, я подумала, что, как бы, наверное, меня ничем не удивить, но Илья Авербух всё равно придумал, чем меня удивить. Вот. Так что вот теперь на несколько секунд становится дряжей, а не медведевая. Ну, так же, да. Было удобно. Ну, да. Я думала, что ты себя планировал. А? Я думала никогда желание себя планировать. Ну, столько дел хочется, чтобы... Ну, овечка доля закончила не очень хорошо, поэтому... Да, овечка доля была злая и рано умерла. Поэтому нет, планировать себя как-то ясно хочется. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...